Всем 8-бит, я Роман Шабанов и это шоу Virtual Player, в котором я моделирую в 3D уровни из стареньких ретро-игр. Сегодня мы с вами отправимся на пляж Miami Beach в компании четырех зеленомордых рептилий из игры TMNT 3 Manhattan Project. Уткнемся мордой в теплый песочек, полюбуемся водами Атлантического океана, удивимся висящему в воздухе Манхэттену и самое главное рассмотрим настоящий черепаший фургон. Погнали! Зима в Сибири в этом году очень сильно затянулась, поэтому грустными холодными вечерами я вспомнил про первый уровень с пляжем из игры Manhattan Project и решил собрать его в 3D, чтобы, как и черепашки-ниндзя, погреть свой престарелый панцирь на пляже Miami Beach, хоть и в виртуальном окружении. Прежде чем запустить в свои руки программу Blender, я провел небольшое исследование. Дело в том, что уровень в игре показывает лишь небольшую часть пляжа. Поэтому для создания 3D-сцены мне нужно было продумать детали, которые скрыты за пределами экрана. Для этого я изучил несколько кат-сцен из самой игры и фотографии реального Miami Beach. Например, на картинке, где Леонардо сидит в темных очках, очень хорошо видно левую сторону пляжа. Океан нужно хорошо рассмотреть на втором уровне с серфингом, а висящий Manhattan хорошо видно на экране телевизора. Собрав необходимую информацию, я приступил к моделированию пляжа. Начать я решил с киоска с мороженым, который очень неплохо получился. Вообще, очень сложно передать вот это чувство, когда ты впервые видишь объект из 8-битной игры полностью в трехмерном пространстве. Киоск вроде бы знаком с детства, но теперь я могу рассмотреть его с разных ракурсов и даже заглянуть внутрь. И это очень круто. На начальной стадии землю я изобразил просто плоскостью, покрыв ее текстурой мультяшного песка, так как оригинальный песок из игры был практически одноцветным. Вообще, с песком и океаном я очень долго экспериментировал, потому что раньше никогда не моделировал открытые пространства. Ведь не забывайте, что у нас в итоге должна получиться сцена, в которой камеры можно крутить на все 360 градусов. В итоге весь массив песка я изобразил просто овальной лепешкой, добавив на нее разнообразной выпуклости. Воду океана я тоже несколько раз переделывал, даже нашел несколько видеоуроков по созданию мультяшной воды, но в итоге остановился на большой круглой плоскости, на которую добавил небольшую анимацию движения. Возможно, в следующий раз попробую сделать с водой что-то более реалистичное. Для дальних планов я нарисовал пиксельную HDRI-карту, на которой разместил небоскребы, взятые из второй части игры, левитирующий Манхэттен, горы из уровня с серфингом и, конечно, мелкую подводную лодку из второго уровня. Таким образом, стоя на пляже, мы можем увидеть, какие уровни ждут черепашек впереди. Но вернемся к прорисовке ближнего окружения. Для кустов и пальм я с нуля изобразил пиксельные текстуры, так как в самой игре их практически не видно, и они весьма скомканно изображены. Стволы пальм я покрыл более реалистичной текстурой. И в какой-то момент я понял, что у меня получается какая-то смесь пиксельных текстур и реальных. И с этим, возможно, надо в будущем что-то сделать, потому что это немного диссонирует друг с другом. Заднюю часть пляжа я решил отгородить зеленой стеной и получилось весьма убедительно. Левую же часть пляжа я перекрыл черепашьим фургоном, смоделировав его на основе спрайта из игры «Тэмэнээ Тэ» «Рискуя полуза». Правую часть пляжа я немножко упростил, сделав причал прямым, а не извилистым, как это было в игре, ну и, конечно, развесив на нем плакаты. Для полноты картины на заднем фоне не хватало больших домов, которые в оригинальном Майами Бич располагаются вдоль всего побережья. И взял я эти дома из первой части игры, немного изменив палитру на более мягкую и добавив небольшую геометрию. Затем расставил их позади пляжа и получилось весьма прикольно. Финальным аккордом во всей нашей сцене стал столик с телевизором и кресло, в котором сидит Леонардо. Точка начала игры. Телевизор я попытался смоделировать максимально похожим на пиксельную картинку, ну и разместил на нем изображение Эйприл. Рядом я разместил бокальчик мартини, неподалеку положил доску для серфинга Рафаэля и надувной круг Микеланджело. Ну и чтобы оживить композицию, я разместил сцену битвы Рафаэля с кучей футовых солдат. На причале нас будет подстерегать и Рокстади с гарпуном. И затем мне показалось, что в сцене не хватает каких-то случайных прохожих, которые могли бы отдыхать на пляже. Поэтому я взял тетку на скейте из второй части игры, немного ее подправил и разместил ее в глубине пляжа. Ну что ж, вот и готов наш 3D уровень из игры TMNT 3 Manhattan Project. Пришло время надеть очки Virtual Player и посмотреть на все это дело от первого лица. Погнали! Проснулись мы в кресле на пляже в образе Леонардо. Встаем с кресла, смотрим. Ага, здесь у нас телевизор с April. Рассмотрим его с разных ракурсов получше. Надувной круг Микеланджело. Доска для серфинга Рафаэля. Мячик, чтобы у черепашки поиграли. И вот он, самый что ни на есть настоящий черепаший фургон. Давайте посмотрим его со всех сторон. Эх, жалко, конечно, что прокатиться на нем пока что нельзя, но выглядит он достаточно эпично. Запрыгнем наверх, посмотрим. Опа! Здесь у нас пушки, какие-то лампочки, антенна. Прекрасный вид открывается сверху. Ну ладно, так, здесь у нас пляж уходит вдаль. Как видите, просто заворачивает и исчезает. Дома. Но вернемся к нашим баранам. Спрыгнем к нашим черепашкам. Значит, здесь у нас шезлонги дополнительные. Как вы помните, этот фрагмент пляжа не входит в уровень на Денди. И уровень начинается примерно с вот этой надписи. Здесь у нас идет такая небольшая дощатая дорожка. Так, посмотрим киоску с мороженым. Заглянем. Так, никого нету. Еще два шезлонга. Еще одна киоска. Но это маленькие киоски. Дальше у нас будут большие киоски. Вот она травка наша. Пиксельная. Посмотрим на пальмы. Пальмы тоже. Достаточно неплохо получились. За исключением, наверное, этих странных пиксельных типств. Но в целом они выглядят прикольно. Еще по аппаратнике. Идем дальше по пляжу. Здесь у нас сцены битвы Рафаэля. С несколькими футовыми солдатами. И как вы помните, в игре они спускались с шеста сверху. И вот я тут одного разместил. Карабкается парень. Так, здесь у нас суровый футовый солдат, который говорит, что мороженого нет. Приходите потом. Вот она наша девушка на скейте. Точнее уже без скейта. Она идет покупать мороженого у этого футового солдата. Может быть он более добрый. Хотя глаза у него какие-то тоже злые. Давайте теперь попробуем запрыгнуть на вот эту живую изгородь. И посмотреть, что у нас тут сверху происходит. Можно даже запрыгнуть на пальму. Опа. Опа. Я сижу на пальме. На Майами Бич, ребята, ребята. Ну и как видите, видно все очень далеко. Вот наша подводная лодка. Второй уровень. Висящий Манхэттен. Он прям так и мозолит глаз. А это у нас домишки. Там кто-то живет и радуется. Ладно, спустимся на землю. И пойдем дальше. Вот у нас пальмы. Пальмы на берегу. Забор. И здесь мы приближаемся уже к причалу. На котором нас подстерегает Рокстеди. Наш дорогой великий босс. Но прежде чем к нему пойти, заглянем за угол. Что тут у нас? О! Хе-хе. Островочек. Так, пойдемте по причалу теперь пройдемся. Ага. Кей-Вест. Видимо, какой-то интересный концерт. Бич. Так, а что это? Что это? Ну-ка, позволю себе выпрыгнуть немножко за борт. Опа. Хе-хе-хе. А-а-а. Как мы помним, в игре прятались за этими плакатами путовые солдаты. Так что мы тебя, парень, нашли. Запрыгиваем обратно. Опа. Ну и вот наш Рокстеди с Гарпуном. Сурово смотрит вперед, поджидая нашего Рафаэля, который где-то там сражается. Взгляд издалека на весь наш уровень. Там у нас, как видите, город где-то вдалеке еще маячит. Манхэттен. Подводная лодка. Ну и на этом закончим осмотр уровня в режиме прогулки. Переходим в режим дрона и посмотрим на наш уровень с наиболее необычных и интересных ракурсов. Ну, для начала, кстати говоря, залетим в один из наших киосков и посмотрим, как все это выглядит изнутри киоска. Вот он наш солдатик путовой. В принципе, очень интересный и необычный ракурс, который, конечно же, надо не увидеть. Залетим еще в этот киоск. Здесь тоже у нас интересненько. Теперь пролетим над пальмами. Все-таки летать-то веселее, чем ходить пешочком. Вот они наши пальмы. На берегу. Ну, примерно с такой высоты можно видеть весь этот пляж в игре. Пролетим дальше. Посмотрим наш черепаший фургончик. Так, теперь пролетим между деревьев. И давайте все-таки заглянем, так сказать, за текстуры. Туда, куда заходить, в общем-то, и не стоит. А именно, среди домов полетаем. Все, достаточно интересно здесь. Ну, как видите, дома низко текстурированы, но все-таки небольшая геометрия помогает им выглядеть издалека более объемно. Давайте для начала взглянем на пляж с высоты одного из домов. Ага, вот он. Интересно, прикольно. Так, ну, спустимся немножко пониже. Куда-нибудь вот сюда приземлимся. Ага. Интересно. Интересно, ракурсы образуются. Ну, и давайте с этого дома еще посмотрим. Ага. Ну, здесь особо-то ничего не видно. Это такой вид, наверное, из окна получают жители Майами-Бич. Настоящего Майами-Бич, а не нашего, восьмибитного. Хочется пролететь еще немножечко под причалом. Немного полетаем, посмотрим. Ну и, в общем-то, будем закругляться. Вот он, наш любимый черепаший фургон. Вау! Ну, в общем, мне кажется, что получилось очень круто. Этот уровень просто великолепно смотрится в 3D. Ну все, режим дрона заканчиваем. Ну, и пока я буду просить вас подписаться на канал, посмотрим несколько кинематографических ракурсов, выполненных на более физически верном рендере. Так вот, не забывайте подписываться на канал, а также можете вступить в мою группу ВКонтакте. А если решите поддержать меня на сервисе Бусти, то я смогу чаще выпускать видео. Чуть позже после выхода видео я опубликую весь этот пляж из Manhattan Project на сайте Sketchfab, чтобы вы все могли лично пройти по нему, побегать и изучить все его окрестности. Ну и на этом у меня все. Скоро у нас еще будет специальный выпуск прокачки. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok